Рамазан Магомедов, игрок команды Динамо Хачкала. Рамазан, какая была установка тренера на игру сегодня? Ты был одним из активных игроков на поле. Что не получилось? Во-первых, хотелось бы выразить благодарность сопернику, сыграли свою лучшую игру. У нас установка была выйти и играть свою игру, диктовать свои условия. До определенного времени у нас это получалось. Но после пропущенных первого-второго гола команда потеряла концентрацию. И уже они начали играть свою лучшую игру, они взяли инициативу на себя. И мы потеряли свою игру. В перерыве все-таки на перерыве ушли при счете 5-0. Что было сказано в перерыве и почему сказано ничего не получилось? Во втором тайме все-таки еще два пропустили. Ну, после первого тайма нам было сказано уже выйти и доиграть эту игру. И, ну, доиграть в каком-то смысле, да? То, что попытаться самим забить этот гол, ну, выиграть хотя бы второй тайм, ну, тоже не получилось, да? Ну, удачи в дальнейшем. Спасибо, Ромазан. Главный тренер Динамо Махачкала, Ника Паспорщили. Ника Патович, какие выводы вообще можно сделать по такой игре, после такой игры? Ну, честно говоря, тяжело комментировать, да? Счет говорит сам за себя. Мы со своей стороны хотим поздравить соперника с таким результатом. Вот. Сами же будем анализировать, думать, как отходить после такого поражения. Наверное, это такой худший сценарий, который мог быть в таком дагестанском дерби, как его называют? Ну, однозначно это худший сценарий. Мы настраивались на другой результат, готовились к другому исходу матча. Но, к сожалению, нас хватило всего лишь до первого гола. В перерыве правильных слов не нашлось для ребят? Ну, честно говоря, после 0-5 в первом тайме, в перерыве, говорить о том, что можно переломить ход игры, тяжело. Вот. Установка была более дисциплинированно обороняться и забить хотя бы один гол и постараться выиграть второй тайм. Вот такова была установка в перерыве. Удачи вам. Хорошо тебе. Спасибо. Спасибо. Иман Магомед Кадим Магомедов, игрок команды «Динамо» Дагестан. Иман Магомед, дагестанское дерби сегодня получил жарким. Столько борьбы было. Как настраивались сегодня на эту игру? И вообще 7-0, столько планировали забить? Да, конечно. Мы настраивались на дерби. Это всегда борьба. И у нас сегодня получилось больше, чем у соперника. И мы сделали все, и не дали сделать против нас ничего сопернику. Хорошая команда, но тренер дал нам установку, и мы ее полностью, я считаю, выполнили сегодня. Все пацаны молодцы. Выкладывались с первой до последней минуты. И я думаю, что старт сезона у нас был не очень. Сейчас, я думаю, будем набирать и с каждым матчем добавлять. Скажи, пожалуйста, вы на первый ушли при счете 5-0. Как это не расслабиться во втором тайме? Все-таки 5-0 такое преимущество было? Нет, мы настраивались во втором тайме забить еще больше, но не получилось. Не было такого, что мы там выходим на второй тайм, удержать этот счет. Мы выходили туда забивать еще. И только так. Спасибо. Удачи в дальнейших играх. Руслан Магудинов, главный тренер в Динамо Дагестан. Руслан Гаджевич, наверное, это лучший сценарий, который мог быть сегодня в матче. Ну да, такого результата мы, конечно, не ожидали, потому что настраивались на непростую игру. Ну, бывают такие дни, когда очень много залетаемости, ну, залетаемость высокая, так скажем. Сегодня вот так получилось. Какие слова нашли для ребят в перерыве? Потому что 5-0 после первого тайма тут впору и расслабиться, наверное. Ну, бывает. Особенно у молодых ребят так бывает. Они еще не профессионалы. Ну, мы доносим так, что каждую минуту надо использовать для своего развития. То есть впереди 45 минут игры вашего развития. Забили 5, забейте еще 4, например, да. То есть вот так ребята по этому обороту не сбрасывали. После первого тайма произвели три замены. Заменили Будунова, Медеева убрали. Что вот такой результат, именно такое преимущество матча дает для тренера? Какую пищу для размышлений? Ну, пищу, не знаю, наоборот, как раз таки приятно, что ты выигрываешь и что у тебя все получается. Но пищу для размышлений не особо дается, потому что лучше, когда что-то не получается. А когда все получается, да, наоборот, притупляется взгляд и кажется, что все хорошо. Удачи в дальнейших играх.